В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев впервые увеличил реальный горизонт планирования до пяти лет. И сделано это не случайно. Перед регионом стоят серьезные вызовы, решения которых требуют не тактического, а полноценного стратегического подхода. Новый политический цикл – это новые планы, новые масштабные задачи во всех сферах. В концентрированном виде они сформулированы в майском указе. Суть его очевидна. Нам нужен прорыв в экономике, в технологиях. И, конечно, он должен отразиться на качестве жизни. Главный вызов сегодня – это повышение реальных доходов жителей. Это первое, о чем мы слышим на встречах с людьми. Это то, что подтверждают социологические данные. Для нас это означает развитие экономики и создание новых рабочих мест. Губернатор отметил шесть основных задач, стоящих сегодня перед регионом. Помимо экономики, это вопросы экологии и здравоохранения, строительства дорог и детских садов и решения проблем дольщиков. Базовые направления развития области полностью соответствуют тезисам программы, с которой Андрей Воробьев победил на выборах – сильное, здоровое, чистое Подмосковье. И все-таки тему экологии губернатор выделил особо, назвав ее магистральной. С этой трибуны в 2013 году в первые дни своей работы мы подняли непростые вопросы, заручились поддержкой президента. Именно благодаря его решению, выделенным финансовым ресурсом, нам в итоге удалось закрыть 24 из 39 мусорных свалок. Рекультивация уже завершена на полигонах «Электросталь», «Каширский» и «Быково». В новом году, в этом году закончим Кучино и Дубну Левобережную. В 2020 году и 2021 завершим Долгопрудный, Анина в Рузе, Кулаковский в Чехове, Царево в Пушкино, Слизнево на Рафаминске. Также губернатор особо отметил важность развития массового спорта, социальной поддержки населения, превращение Подмосковья в регион развитого туризма. Во многом решение этих амбициозных задач зависит от профессионализма и компетентности муниципальной власти. Очевиден масштаб перемен, которые происходят на нашей территории. За каждым тезисом, который озвучил губернатор, конкретные дела, цифры, те перемены, которые видят действительно наши жители. Акцент Андрей Юрьевич поставил на экономике, на экологии, на образовании. Экономика прежде всего, это звучало и в послании президента, и мы, соответственно, и в рамках субъекта, и в рамках каждой конкретной территории муниципалитета продвигаем. Также этот тезис ставим в приоритетные задачи, это инвестиции, это рабочие места, это доходы населения, которые должны расти. Хочу сказать, что в Одинцовском районе только за прошлый год мы смогли реализовать 17 крупных инвестпроектов, общим объемом 14,5 миллиардов рублей, и создали порядка 2000 рабочих мест. Андрей Юрьевич также призвал глав, прежде всего, муниципалитетов, заниматься активно привлечением инвестиций, в том числе иностранных инвестиций на территорию каждого района, каждого муниципалитета, и как можно больше уделять внимание поддержке малому, среднему бизнесу, создавать эти рабочие места, повышать заработные платы, потому что это напрямую касается доходов населения. Много говорилось об образовании, о здравоохранении. В нашем районе тоже работают ключевые стержневые программы правительства и по ремонту медицинских учреждений, и по строительству новым. Андрей Юрьевич озвучил нашу центральную районную больницу, и в этом году мы должны закончить вместе с Минстроем эту масштабную реконструкцию и строительство нового корпуса. Много говорилось о парках, о зонах отдыха, для того, чтобы привлекать дополнительный инвестиционный поток, в том числе и дополнительных потребителей на территорию Подмосковья. И, как мы видим, в эту зиму пилотный проект «Зима в Подмосковье» реализовался, он показал себя, и огромное количество приезжих мы увидели в наших парковых зонах. В этом году у нас масштабное преобразование, административная реформа, и мы, я надеюсь, успешно пройдем через этот непростой путь, и вместе уже со Звенигородом будем активно развивать рекреационный кластер, на территории наших двух муниципалитетов. Это и будет нашей точкой роста. Огромный потенциал в наших парковых зонах, в нашей уникальной экологии, в наших прекрасных монастырях, храмах, наших усальбах, которые являются культурным наследием. Уверен, что и туристическая привлекательность нашего района будет востребована в ближайшем будущем, и это создаст и дополнительные рабочие места, и привлечет определенные инвестиции в экономику. Что касается наших рейтингов, которым оцениваются муниципалитеты ежегодно, то большой вес будет уделен как раз отношению людей к власти, доверию к власти, и здесь тоже мы будем определенным образом перестраивать всю работу, больше общаться с инициативными группами, с населением, больше уделять внимание доброделам, всем социальным коммуникациям, для того, чтобы все-таки реализовывать именно те программы, которые ждут от нас жители. Любое послание – это для нас дорожная карта по приоритетным проблемным вопросам. Это новый план действий, новая пятилетка, новый план, и он, конечно, обращен прежде всего к членам правительства и к нам главам на территории, которые должны его воплощать в жизнь, для того, чтобы Подмосковье стало регионным лидером. Продолжение следует...